Хочу вам показать пару работ. Я буду снимать также по мере поступления, то что будет сделано. Здесь у нас Benchmate, моделька Dog Reiter, сталька на клинке из 30V. Были сделаны накладки из Solar G10 и также по просьбе заказчика был сделан такой вот символ. Символ называется Солнцеворот. Это древнеславянский символ языческий. Также осталась клипса черная и сюда был сделан такой вот черный спейсер. Сначала он был салатовым, но потом заказчик попросил сделать черненький. Да, действительно, он здесь более в тему. Здесь как бы такой небольшой средний Reptilian. Сюда я поставил свой логотип. Винтики заменены под Torx T8. Вход у клиночка отличный. Сейчас пока я его маленько подтяну. Ну, все работает хорошо, без проблем. Так, клиночка у нас по центру. Вот такая вот работа. Здесь я применил в очередной раз свою технологию. Это ювелирная эмаль. Был сделан фрезеровкой рисунка. Он залит ювелирной эмалью и также обработано все было. Такой вот ду-гриттер. Так, его пока уберем. Есть у меня еще второй нож. Это оба ножа одного заказчика. Здесь у нас нож фирмы Kizler. Kizler Supreme. Моделька Block Z. Сталька на клинке 440C. Сюда были поставлены накладочки из керенита. Очень красивый керенит. Специально вот подождал, когда у нас появится солнышко. Появится солнышко. И вот хотел именно показать, насколько керенит красивый. Также я изменил немножко форму накладок. Как бы здесь вот этот хвостовичок оставил, чтобы он был стальной. Потому что человек будет брать этот нож на природу, на пикнички и так далее. Ну, мало ли что. Вдруг там надо будет орешки расколоть. Чтобы керенит не пострадал, сделал я вот такой вот хвостовичок. Также слегка, буквально чуть-чуть пробежался муслиновым кругом с пастой. Прямо чуть-чуть почистил сам клинок. Чтобы он маленько заиграл в тему основной рукояти. И также был сделан сюда карбоновый спейсер. По просьбе, опять же, заказчика. Потому что при удержании, да, действительно я с ним согласен. Как бы вот пальцы проваливаются и рука проваливается. Вот тут был такой большой промежуток между лайнерами. И при какой-то силовой работе на руку должно было наминать. Сейчас я сделал такой немножко выпуклый полукруглый спейсер. Сплошной. Сейчас, если поймаю, как карбончик играет. Ну вот, в принципе, видно хорошо. Это как поперечный срез. Ну и сам киренит, конечно. Бесспорно красив. Здесь мой логотипчик. Такая вот работа. Такие две работы, если быть точнее, две. Сниму, наверное, еще потом еще парочку, если что-то будет сделано. К сожалению, очень мало времени на съемки и так далее, и так далее. Все приходится делать онлайн. Практически все ножи, которые сейчас я делаю, отправляю без съемок. Но, ребята, подписчики моего канала очень попросили. Поэтому я постараюсь снимать хотя бы вот так. То, что у меня здесь происходит. Вот. Ну, еще, наверное, потом сниму кусочек, вставлю и потом уже выложим. Так, ну вот еще одна партия из трех ножей готова. Вот такая вот работа. Здесь черно-красный G10. Плюс подклеены красные лайнеры. Сделан вот такой вот бэкспейсер с рисуночком микро-энса. А здесь вот я не знаю... Заказчик попросил сделать что-нибудь интересное. Я сделал, ну, на мой взгляд, интересный. Такой вот вариант. Такого я еще нигде не видел, во-первых. Во-вторых, как-то сказать... Ну, не знаю. Вот понравилось мне. Сделал вот так. Есть такой момент. Заказчику не понравился такой вариант. Я буду переделать ему под другой. Он указал конкретно. То есть сначала просил как бы человека сделать на мой вкус. Ну, видимо, наши вкусы не сошлись. И в связи с этим не нож, не нож, только накладки. Плюс бэкспейсер продаются. Если кому-то интересно такой вот вариант, такой дизайн, пожалуйста, пишите мне на почту. Почта внизу. Здесь подписи под видео всегда. И мы поговорим насчет цены. Здесь полностью ручная работа. То есть это делал не станок, это я все вручную делал. Ну, кроме, естественно, вырезов под лайнеры и под винты. И вот это вот все. Что касается этого ножа. А, ну да. Получается, здесь у нас клипсы под установку тип ап. То есть кончиком лезаю вверх. То есть вот в таком положении он будет в штанах. Вот так. Так, ну, по эндорке все. Так, я ее пока положу. Так, следующий у нас спайдерка Paramilitary 2. Она не совсем простая. Здесь вот такая вот сталька CTS-200CP. Приехала она там с многими проблемами. У нее там почему-то непонятно были сточены втулки. Вот эти вот боночки. Здесь, здесь осевой был подточен. Здесь стояли совсем другие винты. Нарезана другая резьба. В общем, пришлось повозиться. Но сейчас, слава богу, все нормально. Также было здорово покоцана темлячная втулка. Я все исправил. Все отполировал. Винтики поставил новые, свои. Они даже чуть-чуть получше, получается. Ну, ладно. Что есть, то есть. Так, ход клинка сейчас у нас вот так вот. Сейчас маленько приоткрою. Ну, замочек сложу и посмотрим, что у нас получится. Оп. Ну, то есть, ход у клинка отличный. Не совсем это удобно делать на камеру. Но, тем не менее, все работает, падает. При этом, абсолютно отсутствуют какие-либо люфты. Чик. Один раз я уже делал что-то подобное. Назвал королеву Амазонки. Вот человеку очень понравилось. И я сделал что-то очень похожее. Ну, если их положить оба рядом, тот и этот. Ну, отличия все равно будут. Потому что стараюсь не повторяться. Может быть, сделал я здесь угол чуть побольше. Может быть, насечки чуть помельче. Ну, такая вот работа. Так, ну, с этим тоже все. И еще у меня третья работа. Прислал человек. Такой вот мне клиночек. Был только клинок. Бушкрафт. UK. Не знаю, ну, может быть, United Kingdom. Это спайдерка. Спайдерка. Спайдерка 01 или O1. Даже не знаю, не углублялся в подробности. Человек попросил поставить на этот бушкрафт керенит. Теперь этот у нас бушкрафт получился такой вот гламурненький. И вот что-то мне вот показалось, вот здесь вот есть такие прожилочки красноватые в этом керените. Смотрится он безумно шикарно. Ну, очень красивый керенит. Господи, рептилия, по-моему, называется цвет. Брал я его здесь, в России. Поставил сюда я вот такой вот пин. Ну, поставил, поставил. Заказчик не просил. И вот такая вот печалька случилась. Я не могу найти письма. Не могу даже отправить заказчику фотографии готового ножа. Каким-то странным образом письмо удалилось из переписки. А я ничего не дублирую. У меня вот все, что есть, все в переписке. Как бы, пожалуйста, отзовитесь. Чей нож. Он готов. Выглядит он вот так вот, таким вот образом. Такая вот красота. Керенит вообще просто обалденный. Ну, по форме я сделал что-то такое бочковое. Вот здесь вот такие напылочки. Здесь, здесь. В руке лежит он достаточно приятно, удобно. То есть, ничего нигде не мешает. И в то же время очень хороший упор за счет вот этой выемки и вот этих всех скруглений. Здесь вот на утоншение. И как раз мизинчик хорошо туда ложится. Ну и, тем не менее, хоть и гламурный, но нож рабочий. Еще раз покажу, как керенит. Вот, ну, просто шикарный. Просто шикарный цвет такой благородный. И вот эти вот моментики с красными вставочками, вот этими спейсерами, тоже придает какой-то живости. Так он был бы совсем грозный. Но вот так что-то вот есть. То есть, даже если он в траву упадет, то все равно за счет красненьких вот этих вот лайнеров его можно будет найти. Ну, вот так вот. Такие вот работы. Что-то у нас в спайдерке пошли в последнее время. Ну, ничего страшного. Там много еще других ножей. Вот, всем спасибо за внимание. Будет еще что-то сниму. А если что-то будет, выложу. Ну, так же вот, хочу напомнить, вот эти накладки, вот, на эндуро четвертую, продаются. Продаются. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.